В общем, сегодня последний день моего пребывания здесь, в этой квартире. Мы идем с вами открывать оригинальный немецкий пол самого зря. Процесс продвигается. Здесь была перегородка, вскрытие показало, что сохранить ее невозможно. Если есть такой прекрасный инструмент, как ипотека, то мы пошли в нее. Ноги там покрутили мне у виска и сказали, вот больные люди. В общем, я оставила детей у родителей и улетаю. Вот это та зона, на которую лучше не ходить. Это моментальный бан. Кейт Флинк на свете. Собака с нами. Все, ништяк. Знаете что, я только что отсмотрела с утра сегодня видео, где мы только заехали в квартиру. Мы там думаем, что четыре дня будем спать еще на матрасах надувных, а потом к нам приедет Blue Sleep. В общем, сегодня последний день моего пребывания здесь, в этой квартире, до отъезда детей. То есть, я завтра с ними улетаю. Смотрите, значит, первое. Я уже показывала, что тяжко. Ну, короче, спим мы все еще на этих надувных матрасах. А еще в этом видео было, как я собираю кухню. Так вот, сейчас я ее разбираю, потому что вот буквально через десять минут приедут люди для того, чтобы эту кухню, вот эти все ящики забрать. Мы их отдаем, ну, помогаем, в общем, ребятам. Поэтому у нас продолжается вот это активное действие. И знаете, что было самое смешное, вот это все смотреть? Господи, какие мы наивные вначале. Сейчас мы здесь вот это сделаем быстренько, вот это сделаем. В общем, мы... Нифига! Дай бог! Мы не сделаем ничего. Нет, ну мы, наверное, знаешь, глаза боятся, руки делают. Все пропало. Мы, конечно же, дойдем до результата, но будет это немножко сложнее, чем нам казалось. Всегда будет результат. А вот какой? Эта комната будет гардеробной. Эта комната будет. Она такая просторная. У меня столько места. Все, нет здесь кухни. И стены здесь, мне кажется, и в единственном месте, где мы, наверное, трогать не будем. Точно, да. Отставим. Открасим просто. Да. Пол решили менять, потому что он идет единым контуром. И вот здесь вот плитка сломана. Эх, так бы оставили. Ну, а что, перекрасила бы. Просто покрасили, конечно. Я поняла, что муж в меня не особо верит. В общем, видимо, настало то время, когда заканчивается промежуточный этап. Нашего ремонта. А именно, завтра я с детьми улетаю. И Валя остается здесь один. Приходит сантехник, который будет там уже на кухне что-то делать. Пол конкретно выкладывать. И приходит демонтаж, который будут здесь все убирать. Еще смотрите, значит, интересно. У нас вот этот газовый котел. И хозяйка прошлая сказала, что платила в месяц от 6 до 8 тысяч за газ, за отопление. Это очень много. И специалисты нам объяснили, что котел просто старый. И он в холостую вжжет газ, но полностью его не вырабатывает, как бы пропускает. И поэтому у нас такая неэффективность. Поэтому вот из новых трат придется менять котел. Конечно же, мы этого не знали. Ну, что поделать. Вот. Комната меня радует. Сегодня заберут посудомоечную машину. И вот и все. Вот. Теперь останется вот эти стены, что придумать с ними. Это, видите, гипсокартон, с которым ничего не сделано. И если у нас тут будут шкафы, то, может, их и можно оставить. Но опять Валя будет надо мной смеяться, что, типа, я такая вся верю в чудеса. Смотрите, какая крутая штука. Это ионизатор. Дала мне его архитектор, с которой я здесь познакомилась и снимала рум-тур. Называется «Рум-тур. Мамина квартира». Архитектор Оля. Она сдает свою квартиру посуточно. И поэтому, если люди там курят, что-то делают, она вот этим ионизатором убирает запахи. Он нам нужен был для того, чтобы избавиться от запаха в квартире. Потому что все-таки дом старый. И когда мы сделали демонтаж, все-таки пахнет просто вот стариной бабушкиной квартирой. Вот так бы я сказала. И это чудо-штука. Есть определенная техника того, как с ним обращаться. То есть мы там вытащили все, сами не находились и вот сделали как надо. Но спасибо Оле за рекомендацию, за то, что дала мне погонять. Много ли вам кто-нибудь давал что-нибудь бесплатное за последнее время? Вот честно мне слабо припоминается. Это так по-душевному, когда у соседей можно взять, я не знаю, газонокосилку или что-то вот такое вот по дружбе. Прикольно. Спасибо, Оля. Ну что, я сегодня уезжаю, увожу детей и остается Валя. Прошел целый месяц, как мы здесь живем. Для нас это завершение одного этапа. И хочется сказать... Сегодня же первый день лета. Кстати, у нас годовщина свадьбы. Ура! Так вот, что хочется сказать. За этот месяц я очень часто вспоминала фразу «Глаза боятся, руки делают». Твои руки, получается. Твои боятся. Твои боятся, а то и делают. Так, это раз. Второе. Есть такая фраза «Есть слона по чайной ложке». У меня два слона. Первый – это ремонт. Главное, на слона не смотреть и потихонечку делать. Это да, все получится. А второй слон – это моя поездка. Я же не просто свинчиваю сейчас. У меня впереди аншлаг, а я буду очень сильно скучать. Угу. Мы будем делать видео. Валя свои про ремонт, а я свои. Я, мне кажется, покажу, как у меня родители живут или их дач. Не надо. Мне кажется, не надо. Давай спросим в комментариях. В общем-то, спасибо, что смотрите. Вдохновляйте нас, поддерживайте. Действительно чувствуется поддержка. Читаешь комментарии, люди пишут. Все получится, все будет, все классно. Спасибо. Увидимся. Привет. Пока Оля занимается доставкой детей в Челябинск, к Тамбов, к родственникам, у меня стоит задача разобрать комнату для последующего демонтажа. Итак, отчет. Значит, убрали здесь стол, цветы. Эту стену будем уничтожать. Это разбираем, отдаем. Значит, едем дальше. Что у нас тут осталось? Здесь у меня получилась такая моя комната. Кровать, рабочее место. Трекаю рейсы. Даже кофе-зону сделал. Собака, привет. Вот такая вот тема. Все отнесли в подвал. Сейчас покажу. Вот, кстати, наверное, Оля не показывала. Это выход в подъезд. Посмотрите, какая классная лестница на второй этаж. Окно грязное, надо будет помыть. Но вот там вот улица. Это спуск в подвал. Здесь, конечно, нужно тоже все будет привести в порядок. Подвал мы делим с соседями. Получается, наше помещение это вот здесь, за этой дверью. И вот здесь. Вот, собственно, сюда мы снесли все вещи. Вот как оно получилось. Компактно, прикольно. Значит, вчера забирали ребята стиральную машинку. И вот что здесь открылась. Вот это старая немецкая мраморная плитка. Которую вот взяли и постелили на нее, на эту красоту. Вот такую вот современную, по тем меркам, другую плитку. Значит, вот она такая. Потом у нее есть вот такой бордюр, который очень замечательно скруглен внизу. И потом шла вот такая вот белая керамическая уже кафельная плитка. Это был вообще топ за свои деньги. Сейчас, к сожалению, мы будем пытаться ее открыть, убрать вот это все. Каким-то образом отбить там этот клей, штукатурку и восстановить эту плитку. Должно получиться хорошо. Мы в Челябинске гуляем на главной улице. Что-то типа Арбата, называется она Кировка. И мало включений у меня с улицы. Вообще город очень сильно преобразился за последние годы. Нравится гулять. Это все классно, лето, все хорошо. Там Вика, надеюсь, не упадет сейчас в кадре. Да, Вали, снимаю. Вот. Построили веранду. Классно заходишь. Тут так просторно. Что-то похожее на нашу кухню. Много места. Понятно, что нужно все дорабатывать, достраивать. Но вот вид на Фазенду, на порядок, на цветочки. Дед обучает труду детей. Так, газонокосилка работает. Перед тем, как в 2009 году мы уехали в Москву. Мы с мужем, еще даже мужем, женой не были. Вот эту площадку закатали травой. Все сделали по технологии, как надо. Что, у вас очередь, Даш, Вик? Я приехала в Челябинск, мне кажется, дней пять или шесть назад. Но я ничего не успеваю снимать. Потому что, вот говорят, Москва, там темп, самый большой темп у меня в Челябинске. Я и зубы делаю, и паспорт делаю. И, короче, чего только не делаю, всякие разные документы. Потому что здесь проще, удобнее и понятно. Я вам хотела показать, спросила разрешение у мамы, можно ли показывать квартиру, в которой я, получается, выросла. То есть мы сюда переехали, когда мне было 11 лет. Когда я пошла в пятый класс. Ну да, как раз. Вот, смотрите, с каким видом я выросла. И потом, ну, не задевайте вопрос, почему выбрали Калининград. Это вид из балкона моей комнаты. Конечно, вот если вот так вот смотреть, пессимисты скажут, о, какой кошмар на каком-то пустыре. Тут больничка. Тут вот эта больничка для воспаления легких. Но если вот так смотреть, то, согласитесь, совершенно другой вид. И тут потрясающе подсвечена церковь и озеро, и свежий воздух. В общем, я это место очень люблю. Вот. Моя комната уже все. Она уже больше не моя комната. Родители здесь сделали перестановку. Тут у мамы всякие разные ее штучки. Ну, понятно, дети пришли, поиграли сразу же. Тут все достали. И, ну, здесь вообще рабочий стол. Вот. Викины рисунки. Все не буду показывать. Покажу, что вот так на чемоданах мы живем, продолжаем. Чтобы вы понимали просто, что путешествия, они легко никогда не проходят. Нет такого, что ты приехал, тут тебя шкаф ждет, куда ты все это разложил. Хотя бы есть место, где все это располагается. Вот на этом диване я спала. Вот, кстати, в детстве, может быть, это, кстати, причина моей травмы, когда я все время спрашиваю про, откуда диван. Он стоял у меня в комнате, и я иногда его раскладывала, иногда нет. Вот эта часть, видите, с выемками такая. На ней было не очень удобно спать, а нижняя прямая. И вот, в основном я спала даже на нерасправленном диване, будучи подростком. Всем привет! Начался еще один наш день, второй, номер два. Для золи, ремонт. И парни начали подбирать пол. В гостиной открывается очень классный старый пол. Блин, он клевый. И ширина доски, причем он как будто бы шире, чем вот этот. Очень круто, нравится. Так, ну что, у нас закончилось, да, все? Работы остановлены. Итак, смотрим, как у нас преобразилось. Квартирка. Здесь убрали все эти навесные и подвесные конструкции, потолки. Получается, кафель остался. Мы открыли, что под старым полом сохранен все еще вот этот классный лиственница, защатый пол. Его уже, видимо, до нас пытались здесь снимать краску. Вот это пострадало уже от наших. Здесь у нас такая вот анфиларная. Даже это не дверь, не проем, но это прямо вот огромный проем. Там детская спальня. И, блин, это откроет очень много пространства. И получается выход кухня и сад. Ну вот, как-то так. Еще очень классный момент у нас получилось, что мы думали, ну, убирать этот кафель. Что с ним делать с этим полом? Оставлять, убирать, менять. Здесь разница в уровнях. Значит, можно сэкономить, забить, покрасить его. И будет, как бы, ну, нормальное время и деньги сэкономятся. Но пока убирали, вот тут была такая арка, конструкция. Значит, убрали ее. Вот. И мы поняли, что здесь у нас тоже такой же дощатый пол, сделанный в уровень. Вот с этим полом. И вопрос с кафелем теперь решился сам собой. Конечно, мы будем все это убирать, открывать этот старый пол. Короче, радости нет предела. Ну, как обычно. Сейчас продемонстрирую, покажу. Короче, здесь есть пол в подъезде. Вот он. Вот он такой. Ну, тут трещина, понятно. Ну, короче. Мраморная крошка. Черный, белый. С вкраплениями вот какого-то там такого. Здесь вот так вот все это красиво, нарядное сделано. Так. Здесь, молодцы, положили предательный пол. Прекрасно. Вот это кухня была. Здесь кафель. И вот тут чуть-чуть, ну, как бы тут гипсокартон. Они там прятали трубы. Я думал, дай загляну. В общем, сломал, загляну. Труба. И здесь, о боже. Здесь очень прекрасный, классный пол. Вот это мы все уберем. Здесь будет замечательный, клевый пол. Да. Вот так вот. А сейчас с помощью вот такого нехитрого инструмента вот такой вот масочки очков. Единственных, которые у меня нашлись. Мы идем с вами открывать оригинальный немецкий пол. И вот что у нас получилось. Плитка в хорошем состоянии. нигде нет никаких ни сколов, ни трещин, ничего. Единственный момент. Вот здесь это подвал. Если вы обратите внимание, там на полу такая же плитка. Ну, примерно, как и здесь. Так, часть номер два. Здесь мы пол уже сняли. Теперь делаем здесь. Здесь немного другой кейс, как говорится. Собака. Так, смотри, что здесь вот тут. Здесь, значит, кафель лежит на клею. Клей лежит на какой-то еще штуке. Штука потом. Сетка армирующая. Потом, говорят, фольга. Потом какая-то пленка. И потом доски. Это такой сэндвич получается. Единственная проблема. Вот тут я открыл что-то как-то черное. Опять печка. Нет, скорее всего тут просто сгнило. Может, посмотрим. Не знаю. Ну, как бы отходит достаточно легко. Завтра возьму еще перфоратор. Др-др-др-др-др. Будет это огонь. Идем смотреть, что там. Так, ну, здесь мы тоже постучали. Сейчас покажу, что здесь. Это третья комната. Здесь, опять-таки, достаточно. Ну, тут тоже кафель. Да, собака? Ну, вот эта стяжка тоже легко поддается. Вот она убирается. Ё-моё. Ребята. Офигеть. Вы посмотрите на это вообще. Ой-ой-ой-ой. Батюшки. Да кто этот такой молодец, который предыдущий хозяин, красавчик. Он просто все это законсервировал до лучших времен. Он, наверное, знал, что придут другие после него. Захотят это вернуть и в этом жить. Кайф. Спасибо тебе. Алина, спасибо тебе, твоему папе, твои семьи. Кухню родители перенесли практически сразу. У меня мама. Ну, она увлекается дизайном интерьера. Она никогда не училась. Но моей всегда нравилось. Она всегда старается, чтобы было хорошо. Это ее заслуга. И, ну, в общем, она придумала перенести кухню. Вообще подразумевалось, что это спальня. Но это было, наверное, в 90-х каких-то годах. И вот. Удобно получилось. У меня, конечно, по-другому. Тут у них, смотрите, большой холодильник. У них есть еще один холодильник в другой комнате, где синий диван. Ну, вот тут большое хранение. У меня мама закатывает банки. Все готовит сама. Папа тоже готовит. Вот кухня большая. Посудомоечной нет. Я говорю, давайте сделаем. Они говорят, что вот, нам придется здесь достраивать. Нас двое. Зачем нам это надо? Короче, не хотят. И вытяжки нет. Видимо, вам планировали. Уж я не спрашивала у мамы. Но сделали они ее лет пять, наверное, назад. Здесь вот сейчас берегут это место. Видите, оно пошло пупыркой. Ну, все-таки от того, что влажный воздух идет. И плита индукция. Я довольна. Я себе тоже индукцию сделаю. Вода питьевая все-таки они покупают, несмотря на то, что я им установила фильтр и воду в крантике. Так, дети. А вот, кстати, смотрите, вот эта полоса. Это стулья отбивали. Другие были стулья. И, ну, так, и, получается, придется сейчас все полностью перекрашивать, потому что нет такой же краски. Поэтому оно временно-постоянное. Вот это комната. Мамина спальня. Ну, тут сейчас, понятно, цыгане. Мы все оккупировали. Не знаю, что здесь рассказать. Просто вот она комната. Вот большой шкаф. Тоже когда-то, когда я была мельче, я жила тоже здесь, в этой комнате. Потом меня... Потом поменялись комнатами. В общем, вот так. Так, сразу говорю для тех, кто сейчас уже занес руку для того, чтобы прокомментировать квартиру моих родителей. Вот это та зона, на которую лучше не ходить. Это моментальный бан. Я долгое время не показывала квартиру родителей и не снимала эту квартиру и квартиру свекров только потому, что... Я-то нормально к комментариям отношусь, но не хочу, чтобы мои родители или родители мужа читали, переживали какие-то мнения, назовем их культурно так, на счет того дома, в который они вкладывались, в котором я выросла. Короче, вот. Нельзя. Я пришла домой с очередной съемки. Сегодня... Я уже... Я честно не знаю, какой сегодня день недели, какой сегодня праздник, 12 число. Я только знаю, что у меня еще несколько съемок в Москве каждый день. И потом я уезжаю в Питер и там еще тоже по две съемки в день. То есть я готовлю вам кучу крутого контента. И меня стали девчонки, особенно вот на мероприятии, где я выступала, спрашивать, а откуда у тебя берутся силы для того, чтобы вот это все успевать и делать. И вот я хочу похвастаться. Ну, во-первых, я собираю тут кучу комплиментов. Люди, которые меня давно не видели, говорят, что я очень хорошо выгляжу. А все потому, что я тренируюсь. И на самом деле я тренируюсь самый продолжительный период в жизни без остановок. Ну, то есть вот начала там два раза в неделю, и у меня там получается поддерживать. А все почему? Потому что я делаю это онлайн. Так, ну что, у нас сегодня получается третий день, когда мы все разламываем. Сейчас мы не только разламываем, а еще и начали собирать эти штуки. Сейчас покажу. О! Поехали! Ооо! здесь трудится гений инженерный мусор паяет какой-то кибер стимпанк так все красиво будет дальше это мусор это здесь значит замечательный прекрасный он так выглядит сейчас это все тоже надо будет разбирать срезали порезали уже ребята стараются так ничего интересный забавный факт значит у нас при ремонте остались старые старая мебель стенка там прихожая где-то раковина смеситель что-то еще вот это стал вопрос куда это все девать значит одними ребята мы мы договорились но они не приехали соответственно я на авито это все выложил годом бесплатно значит стенку это все такой вот вот где трафик ребята потому что мне за это причем не москва и не петербург за 20 минут мне поступило ну блин ну звонков ну не соврать больше десяти точно первые кто приехал через 15 минут приехали ребята на большой машине семья значит им нужно ну естественно забрали все помимо помимо того что я на объявление объявление указал они еще и забрали дополнительные всякие штуки столешницу раковину все естественно без денег привезли мне тортик в подарок бутылочку вина за что я им очень благодарен вот соответственно круто работает энергия сошлась все сложилось я избавился от того что мне было не нужно кому-то это пригодилось все счастливы и удовольны очень прикольный факт не держитесь за вещи которые вам не нужны никогда они вам не пригодятся соответственно сделать кого-то счастливым получите гораздо больше чем эти вещи вам принесут когда-то там в каком-то там потенциальном будущем нифига да собака собака одобряет покажу еще одну штуку которая у нас возникла в процессе и была непредвиденно изначально значит вот это вот отопление приходит к радиатору это в нашей будущей кухне чем здесь нюанс вот тут отсюда приходили трубы из подвала и заходили вот сюда ну точнее уходили отсюда шли под пол и там по стеночке по потолку уходили вон до того радиатора соответственно так как мы здесь делаем канализацию чтобы у нас уходила вода в нашей будущей кухне туда нам надо вот сюда отпускать трубу и вести ее вот туда в подвал но нюанс в том что между этой стеной и вот этой вот трубами отопления слишком мало места сейчас покажу снизу вот картинка снизу привет соответственно трубы отопления выходили вот здесь и шли вот туда труба канализационная должна выйти тут и зайти вот сюда здесь места нет так как делать еще и уклон чтобы вести туда к основному стояку места нет соответственно стал вопрос что пришлось перепаять там опустить и сдвинуть трубы отопления чуть-чуть левее зато теперь 70 труба заходит кайф очень много было вопросов по поводу того за сколько мы купили квартиру как вообще мы ее так купили что с нашей дачи что с нашими квартирами и так далее первое квартира на тридцать втором этаже никогда нашей не было мы ее тогда очень удачно сняли по стечению обстоятельств вообще просто очень удачно и мы тогда поняли что если не дай бог моя публичность каким-то образом скажется на то что мы ее потеряем например хозяин будет недоволен квартиры или что-то еще случится то она будет очень грустно и печально поэтому было принято решение не говорить ни да ни нет сейчас уже не страшно но вот квартира нашей не было хотя мы очень любим пять лет там прожили в нее вкладывали туда и жили как будто вот все мы здесь живем и она и сознание мне поменяла и блок мой там совершился поэтому это очень клевое место я его обожаю наша однушка есть и наша дача есть и возвращаясь к вопросу покупки этого дома мы конечно могли бы продать что-то в москве и купить что-то здесь но так как есть такой прекрасный инструмент как ипотека то мы пошли в нее дом это старый поэтому мы не могли воспользоваться никакими льготными программами потому что они все на новостройки рассчитаны поэтому мы взяли ее с кредитным брокером под вот точно не помню что он 15 процентов у нас получилось или там 15 и 95 то есть 16 почему мы пошли на этот шаг я уверенностью сейчас ноги там покрутили мне у виска и сказали вот больные люди больше делать нечего мы понимаем что у нас есть недвижимость а есть деньги деньги быстро дешевеют с ними может что-то случиться сегодня они есть завтра нет мы продать квартиру и закрыть наш долг который мы сейчас взяли можно всегда а вот сохранить это и другое заработать на что-то новое нет и это конечно не история про основу финансовой грамотности но сразу забегая вперед для тех знатоков финансового рынка я 7 лет отработала в компаниях которые занимаются инвестициями на фондовый рынок прекрасно в этом разбираюсь у меня экономическое образование и масса сертификатов на уфор которые ну как бы подчеркивают что я довольно адекватно в принятии финансовых решений и на текущий момент нам показалось лучшим решением взять ипотеку под 16 процентов мы наскребли 2 миллиона со всех наших накоплений какие только были заняли еще в долг немного у родителей спасибо им большое и внесли этот первоначальный взнос здесь аренда дома в котором мы жили которая вам показывала за зимний период стоило 80000 рублей в месяц плюс оплата коммуникаций ипотека наши сейчас чуть больше этой суммы ну то есть фактически мы не платим дороже более того мы теперь ездим до школы 5 минут а раньше ездили 35 минут и на бензине мы экономим примерно ту же самую сумму то есть она выходит то на то но мы будем обладателями еще одного объекта недвижимости если все будет хорошо как-то так квартира стоила 10 500 мы торговались с хозяйкой она нам скинула еще 500 тысяч конечно эта сумма пугающая и мы честно ничего за такие деньги раньше не покупали мы из абсолютно обычных семей у мужа моего родителей врачи военной мои родители строитель мама на пенсии ну то есть никаких там к пароходов машины и всего прочего супер дорогого в нашей жизни вот в нашем детстве не было чтобы мы были какими-то избалованными там раскидывали с деньгами поэтому мы хорошо знаем цену этим деньгам мы зарабатываем сами честным трудом поэтому цифра была пугающей но альтернатива например было поехать в москву и жить в однушке ну нереально что-то там снимать за 150 180 тысяч у нас семье 4 человека ну тоже как бы мы даже сейчас более выгодных обстоятельствах находимся поэтому вот нами было принято такое решение можете написать в комментариях как считаете правильно неправильно но тут если честно уже все решено поэтому особо ничье мнение не решает но если кому-то станет легче от того что он мне напишет что мы сделали глупый поступок forever наслаждайтесь краткий экскурс промежуточный итог отчет результатов работы сейчас буду показывать что сделали что осталось сделать воля просила делиться своими эмоциями мыслями и переживаниями но попробую хотя для меня это такая история ну типа непривычная ну это то что будет кухней значит здесь мы уже как видите много чего сделали полы значит уже канализацию как мы хотели вниз труба уже работает перенесли отопление сделали выводы под теплый пол очистили здесь все полы этот пол я застелил потому что будут проходить еще работы осталось убрать вот этот проем но я его максимально долго держу для того чтобы потому что я там живу чтобы там комфортно было нормально не сильно пыльно жить дальше здесь проем идем сюда здесь очистили значит попробую встать вот в этот угол давайте отсюда значит вход это доски уровень пол оригинальный старый лиственница мы будем его восстанавливать жить с ним здесь была перегородка вскрытие показала что сохранить ее невозможно потому что отбив гипсокартон с той стороны мы поняли что дыры и пока отбивали вот эти вот такие ляпы вся эта перегородка вот так шаталась качалась в некоторых местах помимо дыр был слой ну реально блин ну миллиметров 8 и штукатурки туда ушел вагон ну и соответственно мы решили что делать мы этого не будем далее значит кафельная плитка немецкая оказалась немножко в удручающем состоянии я надеялся что удастся ее спасти сохранить но очень много коцак очень много следов эксплуатации в общем она уже в таком состоянии что ее придется конечно же убрать сохранилась она лучше всего вот здесь стояла ванная можно увидеть этот рисунок очень классно ну прям если бы она была новая это было прикольно вот такая плиточка на полу здесь даже осталось клеймо теснение ну не знаю клеймо вот видите бойценбург made in germany причем такой как говорится трушный germany когда я разбивал здесь вот этот пол от кувалды вот этой вот летели искры причем не одна-две а прям хорошо так летели искры это будет зона постирочная здесь как вы видите в таком прекрасном состоянии газовый котел но все эксплуатируется работать чуть там течет перекрыл перекрывал щеток не делал не знаю может быть вот эта заглушка какая-то кривая либо руки у меня кривые здесь такой бетонный пол тираться попробуем его привести порядок ой собака что там придерешься с молотком да есть пара трещин но ничего страшного там моя комната до нее дойдем в последнюю очередь ну вот еще есть потолки старые старую канализационную трубу немецкую которая не эксплуатируется мы благополучно убрали действующая советская труба вот там смеситель у меня есть горячая вода между прочим мысли соображения на вообще походу значит что могу точно сказать мы это сделали за неделю вот от состояния ну квартиры в которой жили где было полностью все укомплектованно значит делали это силами ребят которые берут две с половиной тысячи рублей в день это группы в телеграм-канале вызываешь ребят значит недорого но могу сказать так работают медленно периодически сливаются то есть один день отработал второй пришел третий день с утра они вышел опаздывают быстро устают средний возраст от 18 до двадцати трех лет ну вплоть до того что последний день вот сегодня я мне кажется сделал больше чем они потому что вот он стоит вот у него вот тут вот вот куча была грязи вот один стоит с мешком второй я ему насыпаю в мешок грязь а второй а второй чувак просто берет одну кучу песка перекладывают в другое место я грудь чуть делаешь зачем ты перед он горит на у тебя же лопата ну вот такие вот моменты короче с одной стороны берут недорого но с другой стороны если бы мы заплатил по 5000 рублей в день недели считать 5 рабочих дней 25 тысяч рублей я думаю что если мы заплатили типа 30 тысяч то нам бы все это сделали за два дня а не за пять ну ребята которые попрофессиональнее которые берут за помещение они за день работы когда они просиживают сидят опаздывают болеют сливаются в общем из четырех человек двое у нас слилось никто сначала до конца из них пять дней не смог отработать ну как то так выводы такие что надо абсолютно точно классный вывод что надо беречь органы дыхания при таких работах причем не экономить на респираторах а брать хорошие с угольными фильтрами потому что ну как бы здоровье важнее потому что два чувака у меня заболели типа один я бессмертный не не нужен респиратор как я его никто не заставлял он нет я не надену ну короче вот чувак заболел что еще вот как то так следующая неделя у нас сантехника теплый пол вот тут вот 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 здесь везде начинаем мы со среды наверное электрику потому что где-то мы будем штробить где-то у нас можно пройти будет под штукатуркой ну короче продолжаем полет нормальный следите за новостями до скорой встречи пока пока вот мой двор в котором я выросла я сейчас буду чуточку варламовым я вообще не люблю собирать всякое вот такое грязное но только что прошел дождь и в общем нам тяжело пройти Вика давай пошли Вика ну пожалуйста спасибо вон наша машина приехала вот абсолютно обычный человеческий двор таких много люблю его между прочим всегда чувствовала здесь себя чуть-чуть единорогом цветным когда ходила в школу я же была нефором все соседи крутили в виска поехали завтра я уезжаю оставляю этих двух красоток на целых три по моему недели потом они уезжают другой бабушки потом в лагерь в общем мы надолго расстаёмся мне как-то грустно и мамочку с папочкой оставлять грустно ну надо двигаться дальше ну что процесс продвигается мы расширили санузел эти размеры были ну маленькие поэтому сделали побольше 9 число 9 июня капец как мне грустно в общем я оставила детей у родителей и улетаю мы конечно наобщались наобнимались и с родителями и с братом и с бабушкой но как-то в этот раз мне тяжко уезжать очень сильно и более того лечу я не домой к Вале чтобы там обниматься и наслаждаться типа свободой от детей каникулами а мне короче грустно что я зачем вообще детей оставляю и вот это все в общем я на минусе 5.40 с утра пораньше почему бы не пострадать да значит время воскресенье вечер мы вот на какой-то стройке непонятной вот казалось бы Настя это тот человек с которым все общаются для того чтобы попасть на рум туры и мы с ней приехали сюда снимать рекламу малоэтажной стороны вообще-то я приехала прямо из самолета сюда к 9 утра но сняли мы ее плохо разъехались по другим концам Москвы поняли что звук не записался и поэтому мы приехали сюда снова вот такая жизнь веселая у нас когда я что-то сделал нехорошо придется ехать и переделывать но мы не делали ну мы справились да вот поэтому что сказать спасибо Настя пожалуйста вот я потихоньку показываю из чего состоит моя жизнь лайкайте наши старания пожалуйста так Кейт Флинк на связи собака с нами все ништяк вот интересно есть ли такие мастера которые могут ну наверное есть может быть стоит заморочиться смотрите в чем штука вот здесь будет перегородка естественно вот такая вот вся плитка которая вот так вот аккуратненько идет в стык вот так вот и вот так вот делается заподлицо горизонтальной плиткой ее здесь нет она есть вот здесь здесь будет ну инсталляция для унитаза тут раковина то есть она тут будет скрыта возможно может быть не знаю взять ее и переложить потом вот сюда но есть тут уровень сложности номер два это вот эта плиточка маленькая она здесь побита ну на ней такие коцки можно конечно ее как-то отшлифовать чем-то там заполировать как-то покрасить подкрасить по месту но вот тут будет ванна и может быть отсюда стоит снять ее и переложить вот сюда но сложность в том что ее очень сложно снимать я так думаю то что я в прошлом репортаже говорил отменить про вот это восстановление плитки вот это все короче часть я снял вон там с блоков по периметру такую ту черную ну вроде норм можно что-то сделать но она старая такая потрескавшаяся и вообще геморрой думаю ладно короче теплый пол будем делать ну по любому же надо и здесь начал разбирать чуть-чуть полы иначе смотрите тут что как они делали там вот подвал дыра но она была до меня тут конечно надо постараться чтобы вниз не провалиться вот эта стяжка их она прям пластами сходит вот так вот так вот и они ее смотрите заливали на куски этого кафеля старого ну поэтому значит он не такой ценный типа ну по крайней мере для них был ну сходит достаточно ну так не то чтобы прям супер сложно а он прям большими кусками такими сейчас буду продолжать да собака 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 в шоке мне кажется вот убрали смотрите весь кафель стяжку короче вот здесь вот вот тут вот это расстояние 11 ну там 10 вот здесь вот это я мерил вот эту вот штуку до доски 7 вот отсюда от вот от края перегородки вот в моем понимании края вот тут да вот до сюда ну типа 150 вот в целом наверное можно вот эту доску она потому что ну там есть куда может ее подрезать да и перегородку чуть сместить ну сантиметра на 3 то есть не критично не чтобы она вот так вот ушла вот сюда и окно было с этой стороны есть а с этой стороны впритык ну то есть вот и на самом деле вот так повдоль вот тут вход вот так повдоль встает ванна метр семьдесят она вот досюда вот у них тут так и было вот он этот слив вот этот слив унитаз они сами ну уже эти местные делали вот тут вот ванна вот тут возможно как-то унитаз вот тут тоже слив стоял а вот здесь у них тоже было потом ходила вода наверняка тут была раковина ну то есть вот как-то вот так раковина вот так как-то унитаз а вот тут вот такая большая ванна и в целом тут прямо ты заходишь и тебя прям так четенько раз-два-три короче подумайте над этим обычно когда я приезжаю в москву и останавливаюсь у родственников но завтра я выступаю на мероприятии для бизнес-женщины дианы ферман называется дамы в бизнесе очень крутая тусовка там будет оффлайн мероприятие где я буду рассказывать про соцсети для бизнеса и там будет 60 человек не немного волнулись короче я остановилась недалеко от этого места плюс меня завтра будут красить и вот ну говоря покупки недвиги вот наверное перспектива у нас была вот такая но вот тут квартирка я думаю вот кстати сити вот там вон он видно и из окна видно репу вам покажу обязательно рум-тур такая квартира стоит но я думаю что от 40 миллионов нам подходящая возможно и больше ну то есть хотя бы по площади там ну не двушка да трешка так как нас четверо и мы все-таки привыкли к определенному уровню комфорта ну и вот считайте сами я в квартире но как же я устала я вообще не представляю как там валя справляется мы сейчас еще попозже это посмотрим а я наверное вам все-таки чуточку покажу квартиру куда попала потому что прикольно например на входе старинное зеркало пошли посмотрим эта квартира для посуточной аренды я с радуются ребята и ну прям хорошо застейджена и дело это просто сама все хозяйка я у нее уже спросила рассказала и кто я вот кухонька такая симпатичная вы видите что эта планировка пик и мне кажется что вот это вот они уже придумали сами для того чтобы отгородить одно пространство от другого Вот, а еще мне очень нравится вот здесь вот плиточка Я хочу себе из такого же эквипа, только из беленького, из молочного Сделать вот так же вертикально всю стену плиткой на кухне Мне кажется, будет круто Тут еще, смотрите, плинтус, интересное решение Причем тоже не очень дорого А вот один деревянный плинтус наклеен, я думаю, деревянный Ну, может быть, пластик Вот тут покрашено, ну, тут, конечно, не без колов Ну, вот, такие особенности Так, что еще? Свет, да, прикольный? Интересненький Ну, планировочное решение, они прям молодцы, вышли из положения Так, зелененький диванчик Мне кажется, сегодня вечером я буду смотреть на ночную Москву Залипать, наслаждаться и, конечно, вид Ай, вид на воду, это такой кайф Я не представляю, сколько здесь стоит недвижимость Ну, на город тоже прикольно, конечно Но на воду в первую очередь Вот этот двор В общем, если не знаете, где остановиться Тут недалеко метро, в общем, хорошее место Это я и свет в откосах Я не думаю, что он тут сильно был нужен Из-за того, что здесь темно Я думаю, что здесь очень светло Но как решение, кайф же, согласитесь, в зеркальце Я вот сегодня буду вот здесь вот сидеть И мне кажется, работать Потому что мне еще надо презентацию доделать Вот, сейчас дальше я еще даже сама не была Пойдемте посмотрим Санузел Вот мы останавливались в прошлый раз Когда приехали в Москву Прошлым летом в такой же пиковой квартире Так, ну тут все стандартно Аккуратненько сделано Это понятно Тут две комнаты, две спальни Так получилось Ага, вот, очень симпатично Ой, привет, речной трамвайчик вон там едет Классно, да? Еще быстрее бы сделали набережную Чтобы было уж совсем красивенько Но вообще виды видовые Интересно, завтра я смогу на речном трамвайчике прокатиться? Ну, в общем, посмотрим Так, продолжаем Тут спаленка раз Все, сопределимся, где я буду спать Ага, вот видите, по потолочку какое решение интересное Свет, видите, как отражается красивенько Ладно, зачет Так Вот это два Ну, мне кажется, я буду спать тут Мне прям приятно здесь Так Вот тут у меня окошечко открыто Пахнет хорошо Идем дальше А, и тут вот была уборочка Ну, я знала, что тут так будет Ребята меня пустили Вот эта комната обычно закрыта Это можно не показывать Так Подождите А ванная-то, ванная Только душ Наивная Олька думала, что полежит в ванной Тут только душ Это сейчас Потеря потерь, потому что я купила бомбы для лан И честно лелеяла эту мысль Ну, что делать Вот Что? Смотрим, как там у Вали дела Я вообще не представляю, как он там справляется Я, получается, десятый день в путешествии Уже два у меня города Идет Ну, нормально Я полечила четыре зуба тут Четыре тут Сделала кучу документов В общем, у меня же не бывает такого Чтобы я в Челябинск приехала И потихонечку там ходила Но Мне кажется, что у меня нет оправданий говорить Что я так устала Потому что то, что мне присылает муж Это И рвет мне сердце одновременно По поводу того, что меня там нет По поводу того, что ему так тяжело И по поводу того, что там так пыльно Субтитры сделал DimaTorzok